Люди научились просыпаться во сне. Ученые нашли этому объяснение люди из жизни. 2053-24 мая 2019 Партнерский материал Веселые картинки Люди научились просыпаться во сне. Ученые нашли этому объяснение. Фото Diomedia На протяжении всей человеческой истории сны занимали мы как адептов тайных учений, так ученых и обычных людей. Нет ничего более объединяющего для всех живых существ, чем еда. Вода и сун последний особенно важен, ведь мы проводим в кровати почти треть жизни. Лента.ру вместе с Билайн рассказывает о неоднозначном явлении осознанных сновидений. Является ли это выдумкой эзотериков или научно доказанным фактом, опасно или полезно это практиковать и какое отношение к этому имеют бублики Брюсли. Поначалу было страшновато. Рассказывает инженер Рустам об опыте осознанных сновидений. Я ходил по длинным коридорам, заходил в комнаты, в которых незнакомые люди играли в карты. Но потом открыл, что двери в коридорах ведут в совершенно разные локации. Заодно и оказалось бескрайнее зеленое поле, будто с картинки. Часто меня выбивало из сна. Чтобы сохранять сознание, я держался за стену. Тактильные ощущения помогали мне сохранять концентрацию. Просыпаясь, чувствовал себя интересно, ведь это удивительный опыт. Помимо того, что я побывал в разных местах, я встречался с разными персонажами. Как-то раз побывал в гостях, где меня накормили салатом. Обычный такой салат, огуречно-помидорный. Вкус я чувствовал отчетливо. Еще была встреча, которая мне понравилась. Я повидался с Брюсом Ли. Попытался поговорить, но он мне не ответил. Психиатр и писатель Фредерик Ванеддин в 1889 году начал вести дневник сновидений. Ежедневно, едва проснувшись, пока мозг не удалил из кэша память о снах, доктор записывал, что ему снилось. Спустя восемь лет он достиг того, к чему не стремился и чего не ожидал, он оказался во сне, который смог контролировать. Это был управляемый сон, позже названный еденом осознанным. Доктор ввел термин в обращение в 1913 году, написав подробную статью об этом явлении. Но не совсем верно считать именно Эддино первым ученым, обратившим внимание на такие сны. Как всегда, античные ученые всех опередили. На этот раз Галин Эспергамма, который занимался медициной, логикой, философией и анатомией. Предвосхитив вдохновенные труды Юнга о снах, Галин во II веке н.э. написал трактат о диагностике с помощью сновидений. Кроме прочего, он описал те сны, в которых человек сохраняет сознание. Фото «Диомедия» В 1968 году Селия Грин, доктор философии Аксфордского университета, проанализировала явления осознанных снов и предположила, что они появляются в фазе быстрого сна. Она называется так потому, что в ней наши глазные яблоки непроизвольно быстро движутся. Через 12 лет Стивен Лабиш, ученый из Стэнфордского университета, разработал метод, который мог подтвердить или опровергнуть существование осознанных снов. Испытуемые должны были подать знак из сна посмотреть по сторонам в заранее установленной последовательности, и им это удалось. В 2004 году эксперимент был успешно повторен немецкими исследователями Даниэлем Эрлахером и Михаэлем Шридлоум. Фото «Диомедия» Далее Лабиш исследовал мозг испытуемых с помощью энцефалограммы и выяснил, что, в отличие от обычного сна, в осознанном активность мозга в частности, лобных долей была повышена. Находясь во сне, испытуемые должны были петь или считать. В это время ученый фиксировал вспышки активности то в левом, то в правом полушарии. Не будем лукавить, у теории осознанных снов есть и критики. Например, философ Норман Малкольм, который выступал против возможности проверки точности сообщения о сновидениях, ведь единственным критерием истинности утверждения, что у кого-то был определенный сон, является, по сути, его высказывание. Эксперименту с движением глазных яблок можно противопоставить тот факт, что в быстрой фазе сна движения глаз в целом довольно разнообразны, а и значит, положительный результат может быть случайностью. Кандидат медицинских наук, доцент МГМУ имени Сеченова Михаил Полуэктов в комментарии ленте.ру сказал, что осознанные сновидения вполне возможны, а научиться их видеть можно в том числе и основываясь на трудах Лабежа. По словам Полуэктова, осознанные сны в России практически не изучены, а научная литература по теме преимущественно англоязычная. Осознанные сновидения могут сделать ночной отдых интересным и даже полезным. Но полезнее всего здоровый восьмичасовой сон. Билайн понимает это и предлагает своим абонентам совместить полезное с приятным. За восемь часов снаоператор дарит интернет в рамках акции Гиги за сон. Подробнее об условиях можно прочесть на сайте. Лента.ру В научном журнале Sleep, который издает Американская Академия Медицины Сна, в 2009 году было опубликовано исследование осознанных сновидений, которое провели доктора неврологической клиники Франкфуртского университета. Ученые выяснили, что физиологическая картина осознанного сна больше похожа на картину бодрствования, чем обычного сна. Однако между реальным бодрствованием и осознанным сном есть немалая разница, поэтому было предложено считать осознанные сновидения промежуточным состоянием. Я подумал, если это сон, то что будет, если я войду в море с головой? Не утонуветь. Когда я по шею зашел в воду, в мою сторону поплыл какой-то предмет в форме бублика. Я закрыл глаза, чтобы он меня не задел, и он проплыл сквозь меня. Когда я ушел под воду с головой, чувство дна под ногами исчезло, но я еще некоторое время продолжал идти под водой. Потом меня выбросило на берег. Решил вернуться к маме. Полетел над горожами. Фото. Diomedia. Представьте, что на вас в кошмаре кто-то напал, объяснял Аспи. Вы можете попытаться поговорить с этим существом, почему вы появляетесь в моих снах. Или что тебе нужно для разрешения этого конфликта со мной. Некоторые люди пользуются сверхспособностями, которые доступны в осознанном сне, чтобы дать нападающему отпор. Это эффективно работает. Осознанные сновидения могут помочь людям с фобиями, такими как боязнь полетов или пауков. Это возможно потому, что сновидения дают достаточно реалистичный опыт без реальной опасности. Во время осознанных сновидений человек может безопасно исследовать свои страхи, не чувствуя реальной угрозы. Австралийский психолог Милан Колик, развивая идеи использования осознанных сновидений, предложил использовать их как часть нарративной терапии. Упрощая, можно обозначить эту терапию как помогающую найти клиенту ответ в ходе психотерапевтической сессии с помощью прорабатывания реальных и выдуманных историй, в том числе происходящих во сне. Фото Если же вы не испытываете психологических трудностей и внутренних или внешних конфликтов, то и для вас осознанные сны могут быть не только приятным времяпрепровождением, но и полезным занятием, ведь во сне можно обрести вдохновение. Но главное вдохновение приходит, если вы спите полноценно, то есть 8 полных часов. Принять участие в акции Beeline Giga за сон проще простого, нужно лишь кликнуть по кнопке в специальном приложении. После нажатия «Иду спать» начинается счет времени. Приложение нельзя закрывать на протяжении сна. Кроме бесплатных мегабайт, которые вы можете получать каждый день, ежедневно вы можете получить 1 час бесплатной раздачи интернета. О том, как принять участие в акции, вы можете прочесть здесь. Лента.ру Альтернативное мнение Однако не все специалисты положительно относятся к осознанным снам. Приведем пример. Евгений Вербицкий, доктор биологических наук, заведующий лабораторией ЮНЦРАН, руководитель Ростовского отделения Российского общества сомнологов, рассказавший некоммерческому проекту «Наука про об осознанных сновидениях», связал популярность этой темы с бизнесом. Для того чтобы достичь контроля во сне, не обязательно долго тренироваться по советам из книг, достаточно надеть перед сном специальную маску. Встроенные в нее датчики распознают, когда у вас начнется фаза быстрого сна, и с помощью светодиодов пробудят ваше сознание. Однако, утверждает Вербицкий, несмотря на то, что это работающая штука, она не приводит к положительным последствиям. «Сон очень нужен для адекватного бодрствования», объясняет он, «и если сон нарушается, то и бодрствование будет не то». Поэтому медики полагают, что игры со сном не ведут к тому, чтобы сон стал качественнее, а это может способствовать невротизации. В мире, который во сне, вы можете путешествовать, но от мира, в котором мы все находимся, вы можете отдаляться. Кроме этого эффекта есть и другие, однако у них либо значительно меньше оснований, либо же их нет вовсе. Например, люди, знакомые с осознанными сновидениями, часто боятся застрять во сне. Динхола СМИ из Университета Аделаиды объясняет, что такой опасности не существует, ведь человек может спать и видеть сны лишь определенное количество часов в сутки и не более. Знакомый с мнением, высказанным доктором Вербицким, а СМИ парирует его, отмечая, что люди, практиковавшие осознанные сновидения, не сообщали об усталости или ухудшении сна. Несмотря на то, что мозг работает активнее, чем в обычном сне, это продолжается недолго. На форуме, истории с которого мы приводили в качестве примера, нередко встречаются упоминания о продолжительности сновидческих опытов, в среднем они длятся около 7 минут. Фото, диомедия, практики и теоретики выделяют три метода. Первый – тестирование реальности. Он заключается в том, чтобы проверять себя в бодрствовании, не спите ли вы. Желательно делать это неоднократно на протяжении дня, чтобы мозг выработал привычку и смог воспроизвести этот же вопрос во время сна. Проверить себя можно, прикоснувшись к стене, во сне ваша рука пройдет сквозь нее, а в реальности скорее всего – нет. Или же можно прочесть какой-нибудь текст, а через время перечитать его. В реальности текст не изменится, а во сне почти гарантированно слова будут плавать. Второй способ заключается в том, чтобы проснуться часа за два до того, когда вы намеревались проснуться окончательно. После этого некоторое время нужно на то, чтобы расходиться, а позже вернуться в постель. Считается, что эта техника сразу погружает человека в фазу быстрого сна благодаря чему он с большей вероятностью увидит осознанный сон. Последний способ состоит в программировании мозга на достижение осознанности. На протяжении нескольких дней или недель, один из ведущих российских исследователей осознанных сновидений Михаил Радуга говорит, что для этого нужно от 3 до 21 часа дня. Необходимо убеждать себя, что сегодня вы проснетесь во сне. Немаловажной частью практики считается ведение дневника снов. Записывайте, что вам снится. Так вы не только будете лучше запоминать обычные сны, но и получите более высокие шансы увидеть осознанный сон. И, что не менее важно, запомнить его. Ведь может быть и так, что он не отложится в памяти, как это обычно бывает с обычными сновидениями. Наиболее эффективным вариантом будет совмещение этих методик. Осознанные сны могут быть интересным и полезным опытом. Сон – это время, когда человек отдыхает и перезагружается. После хороших сновидений хороший настрой может сопровождать вас в течение всего дня, поэтому они довольно важная часть ночного отдыха. Главное помнить, что не стоит жертвовать качественным отдыхом ради каких-либо впечатлений, поэтому если вы начнете практиковать осознанные сновидения, следите за своим состоянием. В конце концов, здоровый восьмичасовой сон – одно из главных ночных впечатлений.